Один из важных вопросов, который сейчас в повестке – привлечение научных институтов и вузов к антисанкционной работе. Так, в Приангарии нужно развивать инженерное предпринимательство, высказывается на заседании штаба губернатор Игорь Кубзев. Сейчас важно собрать вместе людей, имеющих и теоретические, и практические знания, определить возможности и распределить задачи. Считаю, в каждом вузе и научном институте должен быть организован центр компетенций по решению антикризисных задач, которые этот вуз мог бы решить в том числе самостоятельно. Для экономики региона сейчас важны не только инженеринг и консалтинг, но и компетенции по поляризации среди населения того же инженерного предпринимательства. А это уже медиатехнологии и вопросы социальной психологии. Иркутские вузы имеют опыт взаимодействия с реальным сектором экономики и на протяжении долгих лет в этом направлении занимают лидирующие позиции в стране. Так, например, Политех славится своей работой со студентами в части помощи в развитии стартапов, что позитивно сказывается и на создании рабочих мест в Иркутской области, так и на развитии собственного производства IT-технологий. Сейчас в рамках импортозамещения университет получил аккредитацию и был включен в реестр по разработке конструкторской документации в рамках государственной поддержки импортозамещения. Поэтому эти вопросы, обозначенные губернатором, они очень важны. Мы по этому направлению уже работаем и готовы тиражировать и масштабировать свой опыт на другие вузы, расширять сотрудничество как с предпринимательским сообществом, так и с новыми индустриальными партнерами. Сегодня в сервисе импортозамещения зарегистрированы 154 компании Иркутской области и 2806 производимых в регионе видов продукции. Есть достаточно много задач у наших конкретных предприятий, бизнеса реального, который сегодня нуждается в импортозамещении. Может быть, даже иногда не очень крупных партиях, не очень больших станков либо технологий, обратиться не к кому. И, конечно, создание вот таких центров компетенции при университетах, возможно, при Иркутском филиале, вместе с инициативами Сибирского отделения Российской академии наук, как раз должны помочь свести наших ученых и бизнес. Также на заседании обсудили перспективы разработок сибирских ученых, программу представительства фонда «Сколково». К слову, в конце апреля президент Владимир Путин объявил о старте десятилетия науки и технологий в России. Это позволит привлечь молодежь в науку, усилит роль этой отрасли в решении важнейших задач развития общества и страны. Мадина Халикова, Новости сейчас.